Субтитры создавал DimaTorzok Севак очень наглядно на доске показал графическим способом, что такое субъективизм в плане, в отношениях, в понимании, в мировоззрении армянского общества и как пример неподражания, что этому нельзя не подражать, этот пример нельзя брать на вооружение. То есть это то, что не надо делать, вот так не надо делать, так не надо мыслить, понимаете? А вот сейчас я думаю, что Севак нам расскажет, как надо мыслить, как надо выйти из этого субъективизма, из этого загона, 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 понимаете, да? Как надо выйти и посмотреть, что мир это не наш загон, вот этот вот наш, а огороженный, понимаете? И все мы должны блеять вот так вот одинаково. А нам надо выйти и понять, что мир прекрасен, мир полон цветов и есть еще пастбище. То есть не в буквальном смысле, не в буквальном. Я не говорю о том, что нужно выехать. Мы видим, что Севак, он живет в Армении, он живет в Ереване, да? Он никуда не уехал. Его упрекают в том, что он не армянин. То есть человек, который не мыслит так, он не армянин. Может, вы скажете несколько слов на армянском языке, чтобы поняли, что вы армянин? Это, Спасибо вам! Пожалуйста, может переведу немножко на русском. Я говорил, что я как бы родился и вырос здесь, и тот канал, через который я комментарии оставляю под видео материалами Альберта, английский, как бы это мой канал, на котором я обучаю английскому. И там более 100 этих уроков и некоторые уроки со своими студентами. То есть любой может там зайти на мой канал и посмотреть весь этот контент, понять, что я как бы на армянском говорю, да, там и все будет ясно. Отлично, отлично. Объективизм. Объективизм. До того, как начать об альтернативе, еще одна такая интересная мысль. Есть у, кстати, нашего Юра Манвильян, через которого мы как бы познакомились. Он прекрасную фразу сказал, когда у меня брал интервью. Он говорит, никто не констатирует тот факт, что самый большой акт протеста в армянском обществе, это именно была эмиграция. Более миллиона человек, да, они уехали из страны. И это самый большой акт протеста против той жизни, того субъективизма, то есть слепой веры и национализма, в который нас догнали 30 лет. Блестящая мысль. То есть человеческое сознание все-таки, да, оказывается таким вот, оно как бы возобладало вот в данном случае у людей. Люди даже подсознательно, неосознанно, может быть, да, пытаются как-то вот, ну, найти выход. То есть человек, оказавшийся в темноте, да, в закрытом помещении, да, темнота и закрытое помещение. Он методом тыка, как бы, вот он упирается там. Но что? Его сознание подсказывает ему выйти, искать выход. Выход. То есть это естественно для человека. Неестественно для человека быть в закрытой комнате, в закрытом помещении, без воздуха, без света, без всего. Так человек не может жить, понимаете? Человек хочет выйти из этого, конечно. И вот объективизм, ваша тема, я думаю, это тема, которая, ну, покажет выход хотя бы, хотя бы по крайней мере. Да, да, да. Вот ментально это есть прекрасный выход, потому что когда я говорю со многими армянами или вижу комментарии, у людей просто в головах вот так. А что делать? Ждать, когда турок приждет и отрежет мне горло в Ереване? Другой нет уже никакой альтернативы, в принципе. Вот эта идеология не предлагает другой альтернативы? Содружество какого-то, добрососедство, там этого нет. Вот именно, когда ты в этом менталитете, то есть либо я его, либо он меня. И поэтому давайте альтернативу, поговорим об альтернативе. Факт в том, что мы жили, и армяне, и азербайджанцы, езиды, курты, турки, персы, на этой земле тысячелетиями люди жили. Если армяне не уничтожились во времена Османской империи, во времена всяких походов разных тюркских племен, я думаю, что сейчас, когда у нас есть Армения, этот страх, он синтетически создан, что вот придут и задушат тебя. Если ты не будешь экспансию делать, то придут домой и задушат тебя. Мы жили здесь без какой-либо страны веками. Еще 70 лет Армения жила без Карабаха, и она процветала. То есть это ложь, что без Карабаха умрет и сама Армения. Это навязанная идея, абсолютно искусственная, абсолютно искусственная и навязанная. Я вижу сейчас, как вот в армянском обществе люди пытаются сбросить, скинуть с себя вот эту повестку Карабаха, что последний, последний этот, это Карабах. Если мы лишимся Карабаха, мы перестанем быть армянами. Почему? Разве армянин ассоциируется с каким-то там локальным местом? Что это такое? Что это за сознание? Да, да, это просто, то есть оно показывает ущербность и нищету, ментальную нищету тех людей, которые навязывали нам национализм. То есть как это жить 70 лет, строить заводы, там поднимается цифра людей, которые живут в стране, да, рождаемость и так далее. И все это без Карабаха. А вот как начали национализм, то пошел спад. И люди уезжают, и как бы рождаемость пала, да, и индустрию уничтожили. Уничтожили, да. Объективизм. Значит, есть объективная реальность. Айн Рент, кстати, создатель, у нее война, как она говорит, война против коллективизма, против иррационального коллективизма. Так она называет как бы своих врагов, что ради родины, да, там ради религии и так далее, всякий коллективизм, который душит индивидуала, это есть как бы враг объективизма. В центре объективизма стоит личность, причем личность, которая умеет, которого обучают мыслить рационально. Свободный человек, свободная личность. И у нее, например, один роман на английском называется The Anthem, Gimn, да, если название дословно перевести. Я перевел весь этот роман на армянский через лайвы, синхронно переводил. Это очень короткий такой прекрасный роман. Она показывает, что случается, когда мы идем, вот как Армения 30 лет шла путем иррационального коллективизма, который живет на слепой вере. Объективизм. Это как бы тропа человечности и индивидуала. Когда от тебя не требуют самоуничтожения. Вот она говорит против культа sacrifice. Как это? Жертвы. Культа жертвы. Самопожертвования какого-то. Она против культа самопожертвования. Будь то за родину, за религию, за семью даже, да. Она говорит, если ты хочешь хорошее делать, то это ты должен сам внутри решить. И причем кто сказал, что делать хорошее значит вредить самому себе. А если там, например, я, например, заработаю много денег и буду помогать тем, кому я хочу. А не просто как мать Тереза работать и отказываться от всех денег и как бы suffer. Страдать, страдать. Страдать, да, да. Путь страдания – это путь как бы субъективиста. Вот националисты, да, они говорят, что... То есть зацикленность на страдании, что ты не можешь делать добро, если ты не страдаешь. То есть страдая, то есть мазохизм какой-то получается, да? Человек насилует себя и живет вот в этой парадигме, в этом вот... Как этот вот певец есть, Псой Короленко певец, мне очень нравится его там фраза, говорит, понятийный капкан. Понятийный капкан. Надо как бы выходить из этого капкана. Это капкан буквально, вот как животное, да, как зверек. Он бегал свободно, вот он попал в этот капкан и все. И он воет, стонет, ноет, ему больно, понимаете? А еще и получать от этого наслаждение, смаковать это страдание – это уже паранойя. То есть это ведет к паранойи, к массовому помешательству просто. Сейчас, конечно, ну я уже антихрист как бы много лет, но сейчас скажу фразу, после которой еще буду антихристом. То есть смотрите, что христианство, чему нас учит. Христос на этом кресте и всегда, да, кровь идет и на лице у него не улыбка, а страдание, да. То есть вот символ смерти, да, говорят, вот он страдал во благо всему человечества и предлагается как бы жить через страдание. Вот христианство, а потом страдай во имя социализма, да, при Советском Союзе. А потом у нас… То есть та же самая парадигма, она как бы меняет форму, да, форму, но суть остается та же самая. Может вы слышали эту фразу, когда вы были в Армении? На армянском я сейчас начну, посмотрим, сможете закончить или нет. Целеснице. Геце ай ай астана ворэ вагне. То есть которая будет завтра? Да, то есть в 90-е это был такой как бы… Лозунг. Да, лозунг, что да здравствует та Армения, которая придет завтра. То есть нам говорили, сегодня надо жить плохо, сегодня надо страдать во имя Великой Армении. Во имя будущего, во имя прекрасного солнечного завтра, которое не наступит никогда. Да, страшное дело, страшное дело. Да, и вот объективизм – это прекрасный выход. Кстати, когда я читал романы Айнрэнда, я чувствовал, как обогащается мое мышление и меняются некоторые там ключики. Я бы сказал, что это легкий нейролингвистический какой-то программирование легкое. Перепрограммирование, перепрограммирование. Да, да, перепрограммирование, да, лучший термин. Если хочешь измениться, потому что у нас, вот в нашем обществе, этот пульт страдания, он на высоте. Вот вы слышали, наверное, эту фразу «мернем кез», «мернем джаны». То есть, «мернем кез», условно, чтобы люди понимали. «Умру за тебя». «Я готов умереть за тебя», да. «мернель» – это умереть. «Я готов умереть за тебя». «Кез матах» – «Я готов пожертвовать собой ради тебя». «Матагальнем кез». Ну, хорошо, фразы, как фразы, хорошо, там есть. Но очень часто они используются. Даже друзья, которые не очень близки друг с другом, да, познакомились. На третий, например, день, да, часто, эту фразу я и сегодня часто слышу. «Он герджан, мернем кез», «мернем кянг хит», да, «я как бы готов умереть за твою жизнь», бла-бла. Это говорит о нашем уже программированном мышлении, что смерть, страдания. То есть, я не могу тебя любить, как я могу тебе доказать свою любовь? То есть, доказательство моей любви – я умру за тебя. Но никто ни за кого-то и не собирается умирать. Вот в чем дело. То есть, если я страдаю, то это я люблю тебя. То есть, я показываю через страдания, что я люблю тебя. Вот мир Айнрэнда, она говорит, сбросьте это страдание, да. И если у нас мы сможем создать политическую парадигму, основанную на объективизме, то наш регион станет маленькой Европой. Потому что уже национализм будет в третьем плане. Знаете, и сегодня там в Шведии, в Норвегии есть националисты. Даже один выступал, по-моему, это был норвежец, который говорил, что мы должны вернуть некоторые там земли, которые у Шведии находятся. Но в Шведии просто смеялись над этим. И в Норвегии тоже смеялись над этим. То есть, это… То есть, это беззубый национализм, беззубый. То есть, зубы выбиты уже, стерты. Он уже не может. Но вот я хотел, кстати, добавить к вашему вот насчет темы смерти, да. Любви и смерти. Есть такой анекдот. Ну, такой вот интересный. Значит, спрашивают русского, да, русского спрашивают. Также можно спросить, например, Армянина там или любого другого человека, да. Ну, неважно. Спрашивают, как ты любишь свою родину? Как ты любишь? Вот как ты? Я, говорит, так ее сильно люблю, что я готов за нее умереть. Спрашивают, например, там другого еще. Как ты любишь? Готов ты умереть за свою родину? Конечно, хоть сейчас. Я так ее сильно люблю. Спрашивают еврея. Ты, говорит, любишь свою родину? Да. Ты готов за нее умереть? Он так почесался, почесал затылок, подумал, говорит, ну, если я умру, говорит, кто будет любить мою родину, говорит. Понимаете? Да, революционный вопрос, кстати. Надо думать, то есть включать мозги. Да, если я умру, то и моя любовь. Не будет ни родины, не будет ни вас, не будет никого, не будет объекта любви. То есть вы являетесь ценностью, вы сам. Понимаете? То есть, но это не зацикливает вас на самих себе, это не делает вас эгоистом, не делает вас эгоистом, зацикленным на себе, тупым, ограниченным, злым, подлым. А вы понимаете, если вы движетесь вот этим объективизмом, что в мире высшую ценность представляете вы, и каждый человек сам для себя представляет ценность. Он так же дорог, равноценен, как и вы сами. То есть это сознание, оно ломает все шаблоны, оно выводит человека на свободу, в принципе. У Айн Рэнда, у нее прекрасный, значит, концепт, на английском это звучит так, rational self-interest. Можно как бы перевести рациональный самоинтерес, рациональное самолюбие. То есть она говорит вот об этом эгоизме, она очень говорит и говорит о разных формах эгоизма. То есть этот уничтожающий эгоизм, иррациональный, что я люблю, я хочу, это мое и все. То есть и тут нету даже никакого резона. Есть рациональное как бы самолюбие, рациональный эгоизм. Вот, например, я, если хочу кого-то или что-то любить, я полюблю, основываясь на ценностях, а не на там, это земли моих дедов, или в этой книге так написано. Еще раз, рационально. Вот у нее прекрасные такие концепты есть. Этот rational self-interest, это как бы signature. Как подпись, как штамп. Подпись Айнрэнда, да, это ее фирменная подпись. Да, интересно. Я всем предлагаю, да, у нее прекрасные идеи, и это один луч света. Кстати, она ненавидит Платона, Айнрэнд, и обожает Аристотеля. Почему? Вот Платон, он любим, кстати, и в христианстве. Да, там уничтожали древнегреческих там... Философов. Да, их эти... Труды, да. Труды, да. А вот Платона, многие идеи Платона взяли, потому что Платон уже говорил, да, у него есть этот аналог cave, как это на русском, cave. Внутри горы, когда там идешь внутрь... Пещера. Пещера, да. Вот Платон говорит, что твоя голова, это как пещера, ты находишься во тьме, и не надо мыслить, ты не можешь понять этот мир через свою голову, через свое мышление. Вот поэтому у нас... То есть он предлагает иррациональный путь совершенно, то есть выйти из сферы осознанности, понимания, исследования, исследования, да, и войти в область веры, в область мифов, сказок, легенд, каких-то нерациональных умозаключений. То есть человек выводится, ну, как бы в бредовость какую-то, да, то есть человек начинает... В мрак. В мрак, да. В мрак, да. И вот, что смешно, вначале Платон говорит об известном, да, этом, еще раз, извините, это слово cave на русском... Пещеры. Пещера. Он говорит об этой пещере, что ты не видишь настоящие объекты, говорит Платон. Вот эта чашка, есть другой мир, в котором чашка, она совсем другая, а твой глаз не показывает тебе настоящую чашку. Реальность. Реальность, да. А потом он говорит, что верь мне, то есть я философ, я-то знаю, что к чему. То есть отключи свой мозг и верь мне. И он приводит этот, значит, пример элит. Он говорит, что философы должны руководить обществом. Вот в Армении тема элиты, она сейчас очень распространена. Мы того раканнель, да, так называем? Мы того раканнель. Да, да, да. Интеллигенция. Интеллигенция. В кавычках интеллигенция, которая ненавидит обычный народ, который называет народ мусором и биомассой, как делали наши политики, Ашотян, Аэрозоробян и так далее. Вот Платон, это тот человек, который научил нас мыслить так, что не верь себе, а вот верь мне, я-то знаю, я философ, и я должен тобой руководить. И поэтому Айн Рэнд очень-очень критикует Платона. И вот она говорит о Аристотеле. У Аристотеля есть этот концепт эвдемония. Это как страсть или сладость жизни, радость как бы. Ну, то, что называется кайфуй от жизни. Да, вот можно и так. Потому что Платон говорит, нет, не надо кайфовать, надо страдать. Да, и мы не знаем, как живем и так далее. Вот опять, если в армянском обществе сегодня мы сможем перейти от страдания к pleasure, удовольствию, да. То есть надо понимать уровень жизни, надо нормально научиться общаться с соседями, а не ксенопопские эти тупые мысли, что меня сожрут, да. Вот если мы сможем в течение десятилетий вот эти мысли как бы в армянском обществе распространить, то у нас есть возможность создать иную реальность, как бы европейскую реальность. Или, например, сейчас же будет бредово подумать, что между Канадой и США будет война. Если Трамп придет, если будет национализм, может через десятилетия, да. Но на данный момент между Францией и Германией, между США и Канадой это же... Причем эти страны когда-то воевали, да, вот если взять, например, Англия и Франция, да. Да, да. Но они поменяли мышление, да, и сейчас сама возможность войны как бы не рассматривается, то есть люди так не мыслят, абсолютно. Да, да. Я сейчас вам покажу немножко по философству. Красивый цветок и приведу пример на цветке. У нас сегодня визуальные какие-то... Урок визуальный. Этот цветок я привез из Китая, не помню имя, но вот сначала листья, да, там есть корни, потом листья, а потом уже начинаются цветки, да, подниматься. И вот такие интересные у него цветки. Интересно, да. Значит, не только большой цветок, но и вот маленькие, не знаю, видно или нет, маленькие цветки вокруг самого цветка. Вот здесь, например, большой цветок и здесь белый маленький цветок снизу. Видно это на камеру? Вижу, да, да. Вот это как бы, если субъект объективизм, да, распространять, вот такую почву для объективизма, да, хорошую создать, то в течение многих лет можно надеяться, что такие листья появятся и такие цветки у нас в регионе появятся. Это куманизм, это толерантность, да, это уважение разных культур, а не то, что моя культура является более такой святой или не знаю какой, да, чем культура других народов. То есть для этого нужно что? Для этого нужно поменять почву, почву саму, да, то есть выбить почву, выбить почву из-под ног самого вот этого национализма. Нужно вырвать этот национализм, нужно насадить что-то другое, нужно культивировать, ведь национализм же культивировался. Да, очень много тратили средств, но я бы сказал одну такую фразу, что опять красиво звучит на английском, what you resist persists, то есть когда ты против чего-то идешь, твоя энергия против, она дает какую-то силу тому, против чего ты идешь. На мой взгляд, лучше не воевать против чего-то, а работать во имя чего-то. То есть это меняет совершенно подход, метод. Сам метод меняется. Не воевать, то есть сначала воевали с одним, потом начали воевать с другим, то есть сама-то, сам вот этот механизм, сама методология не поменялась. Люди постоянно воюют за что-то, воюют за что-то. Воюют за любовь, убивают за любовь, режут за любовь, погибают за любовь, понимаете. А может быть лучше просто любить или просто дарить цветы, просто сажать цветы, поливать, радоваться вместо этого, да? Да. Вот. Я как бы полушуточно, наверное, в прошлом году это было, создал такую политическую партию, назвал гедонистическо-стоической политической партией. И целью было то, что как бы сказать людям, да, это как бы благую весть, как бы, что можно и политизировать удовольствие, радость, а не только это самое… Смерть, горе, страдания, да, слезы, кровь, да, вот эту постоянную. Да, да, да. Знаете, такой пример, у нас даже на этих мускулах есть бицепсы, есть трицепсы, да, то есть они враги, да, когда хорошо одной стороне, другая сторона, она… Напрягается. Напрягается. Когда хорошо второй стороне, другая сторона напрягается. Вот это механизм. То есть если мы будем воевать против национализма, мы своей войной будем им новые инструменты. Только способствовать этому. Да. Мы будем продлевать жизнь национализма. То есть нужно перестать воспринимать это как вообще, как реальность, да, то есть нужно просто понять, что это иллюзия или облако, как пар какой-то, да, сама эта идея, сама эта идеология, она не имеет никакой неконструктивности, никакой базы и никакой существенности. То есть у нее нет никакой неценности. То есть когда ты понимаешь, что твой оппонент или идея, против которой ты оппонируешь, да, она не имеет реальности, ты понимаешь, что ты борешься как с ветряной мельницей. Да, это как пыльные очки, да, у нас вот сейчас пыльные. Я смотрю через эти очки и думаю, что надо протирать эту чашечку, она пыльная, да, надо все время все мыть, а проблема в очках, в моем зрении. Или надо очки промыть или вообще отказаться от этих как бы темных очков. И все. Вот это есть объективизм, да, когда снимаешь эти пыльные очки. У нас интересный сейчас разговор, как бы буддийский зен такой получает. Enlightenment, как это на русском это слово? Enlightenment, пробуждение. Просвещение, пробуждение. Да, да, да. Вот мы предлагаем, я предлагаю изучать Айн Рэнд. Может быть, если вам будет интересно, на русском я могу, да, там включить некоторые ее эти... Конечно, 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 давайте. Ну, тогда давайте. И не только сегодня, но и в целом, потому что у нее целая библиотека, книги, труды, другие люди начали писать и преподавать в университетах объективизм, да, как философское движение. Сейчас просто несколько, как бы, введения в объективизм. Я напишу Айн Рэнд. Он. Объективизм. И почему родился этот объективизм в двух словах? У нее, значит, она, по-моему, была еврейка, Розенбаум, если я не ошибаюсь, или Розенблюм, что-то типа этого. Папа был аптекарем, у них было, как бы, свое дело, да, и пришли эти советы. И во имя благого тела, да, у них отобрали все. Дом, бизнес, почти убили отца. Она на себе испытала. Вот как, ну, я могу сравнить меня с ней, потому что 30 лет я испытал на себе этот национализм армянский. Коллективизм, когда во имя чего-то благого, да, уничтожают настоящее, уничтожают жизнь. Что ты, личность, ты должен страдать, чтобы мы построили социализм или коммунизм, да, или великую Армению. Человек становится кирпичом. Человек становится строительным материалом какой-то башни, какого-то строения. Он не рассматривается как отдельная ценность, а только как часть, незначительная часть. Если не ты, то другой, какая разница? Что у нас штамп, штампуют эти кирпичи, какая разница? То есть, в тебе нет ценности сама по себе. Только ты ценен как строительный материал, больше никак. Или как пушечное мясо, пушечное мясо только. Да, да, для нашей Вавилонской башни, да. Ага, вот давайте вот начнем с этого, да. Значит, в этом интервью, интервью называется «Консерватизм versus», то есть против объективизма. В чем разница консерватизма и объективизма? Но в начале этого интервью Айн Рэнд, она красиво как бы говорит о своем движении, объективизме, своей философии. И поэтому я переведу немножко от этого. Так, сейчас пойдем назад. Вот сейчас она говорит, да, как бы она очень глубоко пошла. И четыре бренч ветви философии, она создала целую огромную философию и по всем этим четырем ветвям прошлась. То есть, она начинает с метафизики, то есть реальность. Какова есть вообще реальность или нет реальности? Потому что национализм, например, да, наша тема, она нам говорит, что не надо учитывать реалии мира. Причем у нас в армянском обществе обожают темы, там, иллюминаты, масоны, евреи. Сорос, Сорос. Сорос, о, да, 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 которые нам, армянам, бедным армянам, не позволяют как бы настоящую реальность показать, что это от моря до моря. Да, вот есть наш националистик. То есть, наша реальность это от моря до моря, а настоящая реальность совершенно другая. Да, вот эта метафизика, она вот говорит о реальности. Какая является реальность, есть вообще реальность или нет, да. А потом после метафизики у нас приходит эпистемология. То есть, как человек понимает мир, как он учится. Здесь, вот, например, еще раз, да, чтобы был, наш разговор был более такой материальный. Нас, да, учили, что реальность надо познавать только через, например, Гарри Гинан Жде, через авторитетов националистических, да. Что есть святые книги, там, как Библия, да, и письмена на Жде, что надо учиться только через этот Парис Харюния, о котором я говорил. И ссылку книги я, кстати, тоже оставил. Говорили, что это ложь, вранье, да, там в комментах писали, что я ничего правду не говорю, я даже книгу его там оставил. Вот, это уже эпистемология, как познавать мир, как учиться, как тренировать свою голову. Потом этика. Я личность, как личность, как должен жить? Какие ценности я должен в себе культивировать? Вот еще пример. Нас только учили, наша великая ценность, это страдание. Страдание и ненависть. Ненависть против врага. Любовь к своей родине автоматически является ненавистью против врага. Подразумевает. То есть, насколько ты любишь родину, это измеряется шкалой ненависти к туркам, к азербайджанцам и другим народам. То есть, иначе ты не можешь, как бы, если ты лояльный или если ты спокойный, когда, да, то, значит, ты не армянин, наверное, не армянин, там, кто-то у тебя турок в роду был там или еще что-то начинают исследовать. Ну, вам же тоже говорят, что у вас что-то смешанное, там писали комментарии, что, значит, это генетический, другой материал генетический. Да, да, да. Много лет назад еще нам писали, о, да, ты просто еврей, жидовская, у тебя кровь, поэтому ты, как бы, даже слушать себя не стоит, потому что у тебя смешанная там кровь. Или там ориентация там не подходит нормальная, да, из-за смешанной крови, потому что среди армян вообще нету геев, трансов, все там гетеронормативные и так далее. И в конце, значит, четвертая ветвь философии, о которой Айн Рэнд говорит, это политика. То есть, до чего она дошла, да, что как она систематизировала, да, всю огромную философию. Вот у Аристотеля, например, о политике очень мало. Платон там говорит, что надо создать пирамидальное общество, где наверху будут эти философии, это элита, да, а потом будут там, например, шрицы или там, ну, разные эти войны и так далее, и так далее. А вот Айн Рэнд, у него даже политика имеется. И давайте немножечко там узнаем. Метафизика, эстомология, эфика и политика. Вот, метафизика, она начинается с метафизики, то есть реальность, какая реальность. И у нее эта фирменная фраза, existence exists, реальность реально. То есть, существует какая-то реальность. Ты не можешь просто в силу веры слепой говорить, что это так и все, да. То есть, вера не создает реальность. Вера не создает реальность. Это ложный путь, то есть, по определению. А нас учили, что цеха крон, нажды, нас учили, что наоборот, вещь, и ты создашь свою реальность. Да? Ага. Своих страхов, желаний и так далее. На маленьком уровне, там, например, я съем то или это, я могу контролировать свою маленькую субъективную реальность. Но у нас еще раз говорю, что в политике, к сожалению, очень распространен этот концепт, что надо слепо верить и через веру можно там даже уничтожить, извините, Азербайджан. Это глупо. Ну, я слышал, у меня есть видео, ролик, где вот этот вот органист, который играет на органе, да, и он создал школу игры на органе в Армении, то есть это очень талантливый музыкант. И один из его учеников на армянском языке, он говорит, что я верю, что твоя игра на органе уничтожит турков. То есть я буквально дословно перевел, то есть я, говорит, верю и Турции больше не будет. Это, говорит, значение шипящих в стихотворениях Тютчева на производительность труда токелажников северного Забайкалья, понимаете? То есть где Бах, где игра на органе, музыка, да, так нет, он говорит, что Бах, Бах великий композитор и Бах, значит, он очень любил Баха, да, этот музыкант, этот органист, очень любил Баха. И у него это было внутреннее противоречие и внутренняя борьба всю его жизнь, потому что он был армянином и очень сильно любил Армению, любил армянскую культуру, армянскую музыку. Но при этом он очень сильно был фанатом музыки Баха, и он культивировал вот это, он как бы продвигал тему Баха в Армении, и у него это всегда вызывало внутренний диссонанс, внутреннюю борьбу, он не мог понять. И потом, значит, вышел какой-то фильм, и этот ученик привел уже этого пожилого органиста, музыканта, привел на этот, на показ этого фильма, где говорилось о том, что христианство принесли в Европу армяне, и вот эта вот территория Германии, где жил Бах, да, это в принципе были армяне на самом деле. То есть вот такая как бы идея. И он, говорит, вышел и начал плакать, говорит, ты вернул мне мое армянство. Я, говорит, понял, то есть он сомневался, что у него генетически какие-то есть немецкие корни, то есть как работает мозг, больной мозг, зараженный национализм. Это у меня на канале, вы можете посмотреть, Бах наш называется ролик. И он говорит, мне говорит, ты вернул мне мое армянство вот этим фильмом. Я понял, смотрите, я дословно цитирую этого человека. Не то, что я немец, что я люблю Баха, а то, что Бах армянин. То есть я не могу любить Баха, потому что он, наверное, я не вполне армянин, если я так люблю Баха. Но это же безумие. И так постепенно созрел этот фильм. После просмотра одночасового фильма я вышел проводить учителя и увидел слезы в его глазах. Я удивился и подумал, что, наверное, фильм не удался. И он огорчился из-за меня, что я написал сценарий неудавшегося фильма. Но я услышал совсем другое. Поток слов, направленных ко мне. Ты мне возвратил что-то очень важное. Я удивленный, пытался понять, что же я ему возвратил теперь. Учитель просто почитал композитора Баха. Он просто упивался музыкой Баха. Даже перед смертью он играл Баха пальцами своими. И для него это была священная культура, священный образ Баха и священная музыка для него этого Баха. Учитель признался, что был всю жизнь ярым поклонником всего армянского, армянской нации, всего армянского бытия. Он был до мозга костей армянина. Он всеми клетками своего существа гордился этим. Это был образ достойного и честного рыцаря армянского образа. И он признался, что всю свою жизнь он страдал от мыслей, почему настолько так сильно всеми клетками своими он чувствовал Баха. Он постоянно сомневался, что в нем, наверное, есть какая-то немецкая кровь, если он так чувствовал Баха. И после просмотра нашего фильма он сказал, что, получается, баварцы имеют армянское происхождение. Получается, что, оказывается, не я немец, а Бах, он армянин. Он был сильно растроган и просто залился слезами. Сказал, ты вернул мне мое армянство. Понимаешь, это Бах был армянином, а не тот, что я был немцем. Благословена память твоя, дорогой наш учитель. Благословена будет то дело, которое ты начал. Оно никогда не будет иметь конца. Будь уверен, наш учитель, что твои студенты сегодня продолжат обучение армян преподаванием им твоих чарующих по-армянски чарующих творений, обогащать армянских людей, возвеличивая, поднимая в них духовное начало, так, чтобы армянин своим величием победил турка. И вот эта борьба завершится однажды. И турецкое государство исчезнет, также благодаря твоей виртуозной игре. Мы не станем устраивать геноцид туркам, но их не будет. Потому что то, что ты делал, весь твой образ, бессмертный образ армянина, тот образ, который ты проповедовал своей музыкой, он высокий, он не может умереть. Мы можем тонуть, но снова возрождаться, склоняться, но снова подниматься. Но твой образ бессмертен, дорогой учитель. Человек не воспринимает ничего, понимаете? Вот долма наша, это наша, музыка наша. Если она не наша, значит ее нельзя любить. А если сказать, что это музыка азербайджанская, но мы ее любим, но мы же не можем любить азербайджанское. Мы же не можем, это невозможно. Значит, это наше. Вы понимаете, как работает этот субъективизм? Вот это ваш, это пример вам на вашу вот, на вашу тему. Да, я вот именно об этом говорю. Это опасно и это страшно. Это же болезнь, это же, это ненормально. Ну это, извините. Как говорят, мега мега терястват. Хочется перекреститься, хотя не считаю себя. Откреститься от них, откреститься. Да, ну это страшно. Это срам. Да, ну что, продолжим. Да, да. Вот сейчас, значит, реальность существует, да, метафизика такая, что есть реальность, которую надо познавать. Например, надо познавать азербайджанскую культуру, понимать, чего хотят азербайджанцы, турки, там, грузины, иранцы, а не говорить, что мы так хотим, и все. И вот этим, знаете, есть это слово «азгайншах» – национальный интерес. Многие думают… Постоянно повторяется это слово. Да, да, это у них в голове, это как волшебная палочка. Если я сказал азгайнша, значит, все, мир должен рухнуть. И вот все, что мы хотим, есть величайшая правда. Это тоже, ну, это ignorance, это незнание, знаете… Невежество. Вот, искал это слово именно. Невежество, вот, вот. И вот сейчас уже пришли к эпистемологии, то есть, как познавать мир. Объективизм говорит, что познавать мир можно и стоит только через свой разум. И здесь еще, опять-таки, может, это элементарно, но нас учат, что нельзя разуму доверять. Разум – это твой враг. Верь, слепо верь. Есть у тебя вопрос? Обращайся к священнослужителю. К какому-то авторитету, к какому-то источнику. То есть, не ты являешься источником, а где ты источник, где ты. А насколько этот источник верный? Ты не можешь этого знать, ты должен просто верить, ты должен доверять просто. То есть, ты тупой по определению, тупой. И ты… Есть люди умнее тебя, да, которые за тебя решат, которые тебе скажут, что делать. Вот, вот, вот. Вот объективизм наоборот, да, нормальный, рациональный, как бы, подход. Продолжим. Вот она говорит, что мы подразумеваем под словом «разум», она дает определение. Это то, что идентифицирует и интегрирует всю информацию, которую человек получает через свои материальные эти самые… Органы чувств. Органы чувств. Да, да. То есть, вот она говорит, у тебя внутри это находится, а не у Нождеха или у католикоса, у какого-то авторитета, да? Вот, это о том же. Сейчас, этика. Ага. Вот, этика, наша тема, вот у нее этика, вот песня, как говорят, она говорит, что личность существует для самого себя. То есть, не во имя чего-то там, ты не должен быть кирпичом, да, в этой стене Вавилонской башни. Ты уже тот факт, что существуешь, этот факт самодостаточен, ты не обязан никому. И она говорит, что ты не должен ожидать, что кто-то будет приносить себя в жертву тебе, и ты сам не должен просить от кого-то, чтобы он жертвовал собой. У нас, ну, наверное, во многих других обществах тоже этот есть, этот момент, что, например, мамы, они жертвуют собой. У нас, вот, например, я знаю, да, наше общество. Я даже помню интервью, там, на улице спрашивают женщину, есть ли у вас мечта, цель жизни. Она говорит, нет, это дети, чтобы детям жилось хорошо, и все, да. То есть, этот культ самопожертвования, он страшен. А, извините, а дети, когда всю жизнь видят, что мама жертвует собой, чему они научатся? Они же сами, в свою очередь, будут жертвовать собой ради своих же детей. То есть, постоянное страдание, нытье, вытье, боль какая-то постоянная, и все вот это. Да, да. И отсюда еще возникает эта манипуляция, что я так страдаю за вас, я всю свою жизнь отдал вам. Посвятила вам, посвятила, да. Посвятила, а ты не хочешь там выйти замуж за ту девушку, которая выбрала мама для тебя, да, например. Например, эти манипуляционные моменты. И. Ага, вот здесь цель жизни, она говорит, да, цель личности. Какая цель жизни? Это achievement of his own happiness. То есть, достижение собственного счастья, да. Да, и опять возвращаемся к тому, что счастье ты не должен строить на саморазрушении и не должен ожидать, что другие должны для твоего счастья, да, уничтожать самих себя. Вот здесь, в объективизме, это очень прекрасный момент, что я существую для того, чтобы создать, да, собственное счастье. Как в этом Bill of Rights, да, в США, что каждый человек имеет право там следовать, pursue his own happiness, да. Своё счастье, да, как бы находить и искать. То есть, человек должен быть удовлетворённым во всех смыслах. То есть, он должен понимать, что, то есть, даже эти самые дети, да, которых мать любит, которые мать рожает, она же это делает ради детей. Она делает это ради себя, то есть, она себя находит в них, она видит в них свой образ, да, или свои какие-то черты. Ей это доставляет удовольствие. То есть, нужно поменять мотивацию, поменять, то есть, сместить акцент. В принципе, одно и то же, да, она действительно может страдать, она может недоедать, она может переживать, но не эти чувства являются самоцелью, понимаете. А она сама-самоцель, она сама. Она это делает осознанно, она это делает, это её выбор, это её желание, это её радость. Знаете, многие родители, по лицу вижу, вам тоже интересен этот разговор, искра какая-то в глазах. В глазах блесну. Да, да, да. Да, но ещё есть, знаете, родители, которые действительно вкалывают, чтобы, там, например, сын учился в институте, но ведь родители это делают, ещё надеясь, что у сына будет лучшая работа, и сын сделает и его жизнь лучше, да. Конечно, конечно, всё взаимосвязано, конечно. И это не страшно, это не стыдно. Почему-то люди думают, нас так, как бы, внушили нам, что стыдно желать лучше себе. Вот врагом Айн Рэнда является иррациональный альтруизм, самоуничтожение. Иррациональный альтруизм. Да, да. Что всё лучшее другим, всё лучшее детям, всё лучшее другим, а вот стыдно желать хорошее для себя. Извините, кто сказал, а может быть, можно и себе лучшее желать, и другим лучшее? Да, христианство и наш, там, например, в Армении, я могу говорить о своём обществе, нас учили всегда, что нет. Там, например, очень стыдно, да, если ты, во-первых, думаешь о себе. Конечно, это одно из систем мышления, есть и другие параллельные системы мышления, но национализм и коллективные эти, как бы, школы, они строятся на этом альтруизме, что ты должен быть матерью Терезой, да, Иисусом Христом. Ты должен страдать во имя Родины, во имя семьи и так далее. Вот и прекрасная... Ну, я вот слышал, кстати, недавно, женщина одна сказала, что ничего, говорит, вот погибли сыновья наши, говорит, но мы ещё нарожаем, мы ещё родим детей. То есть человек не воспринимается, то есть человек как дрова какие-то, как какие-то, я не знаю, но инструменты какие-то для достижения какой-то цели. Ну, это же безумие такое сказать, как это мы ещё нарожаем. Это страшно, это очень страшно, и поэтому я рад, что мы сейчас говорим, мы предлагаем альтернативы, потому что это действительно страшно. И ещё у нас, знаете, даже есть молодые политические деятели силы во время этих выборов, они говорили, что, например, надо перестроить Армению, но всё равно был какой-то лейтмотив и какая-то красная нить, что всё это мы должны делать во имя того, чтобы послезавтра отомстить. Что вот надо сегодня жить как бы тихо, втихари, чтобы через 15 лет силой так взять и отомстить. Я видел это, например, есть, как это, социал-демократы у нас, например. У них в минимум отдельные личности, так говорили. Но вот я нюхом, когда читал их, эти предвыборные, да, эти обещания, я всё равно это чувствовал. Чувствовал, видели это, да? Да, да, это страшно. То есть целеполагание опять ложное, опять неправильное, неправильное, абсолютно неправильное. Да, реванш во имя будущей войны. То есть мир нам нужен на 5 лет или на 10 лет. Всё-таки нужен, но для того, чтобы вооружиться, чтобы опять воевать, опять умирать. То есть наша жизнь, она только для того, чтобы умереть просто вот. То есть мы рвёмся как-то, ну какой, ну в принципе-то люди-то и не рвутся к этому по большому счёту, да, но они говорят об этом. То есть сама риторика, риторика, да. Вот, вот я тоже хотел коснуться именно на эту тему. Они говорят, это психологический момент. Это как бы, знаете, как синдром, как это, ученик, который очень хорошо учится, пятёрочника, да. То есть есть какие-то тексты, они думают, что надо вот это говорить, чтобы меня выбрали, чтобы меня всерьёз... То есть какие-то ключевые слова, ключевые фразы, да, кейвордс, да, как говорят. То есть то, что открывает сознание людей, то, что принято говорить в этом обществе. Это как мантры какие-то, мантры какие-то, как фразы какие-то, которые только понимаются этим обществом. То есть человек сразу мозг включается у него, у него мозг начинает работать, если ты говоришь эти вещи. Если ты говоришь другие вещи, он не воспринимает, у него закрыто сознание, закрыто. Он не слышит, не видит тебя. Вроде ты говоришь на его языке, но он тебя не слышит, не видит. Или видит и слышит совершенно другое. И поэтому вот как бы надо работать, как бы надо показывать вот эти страшные цифры, которые я показал во время нашего первого диалога, до первой части. Так, и в конце, сейчас политика. Вот тут интересная фраза. То есть laissez-faire это французское слово, дословно, позвольте делать, да, позвольте делать то, что надо делать. Вот политика объективизма, она говорит, что политика должна быть свободной. Не должны быть там, например, монополии. Государство не должно контролировать экономику. Вот Айн Рэнд, она говорит, я за сепарацию политики и экономики, например. Как вот религия и политика должны быть отделены. Также она, например, говорит, что экономика и политика тоже должны быть отдельной. И вот этот концепт laissez-faire капитализм, то есть свободный капитализм. Потому что есть еще и, например, сейчас мы уже в экономику и в политику зашли, интересный, богатый у нас сегодня эфир. Есть еще, например, говорят, кроны капитализм. Кроны – это как бы знакомый. Когда, например, я премьер-министр и своего брата назначаю министром чего-то. Кумовство называется по-русски. Кум-сват, родственник, по-другому. Это считается нормой. Да, мы так и жили. У нас вот так и было. Нам Серж Сарксян, его братья, соплеменники, этот Карабахский клан, Роберт Кочарян. Сегодня, когда смотришь на этих даже джаджес, как это… Судьи. Судьи, да. Все судьи являются родственниками. То сын невестки какой-то, да, или люди, которые работают во всех сферах, да, они связаны, очень связаны с прошлыми этими режимами Кочарян. Это как метастазы, метастазы в буквальном смысле. И вот есть альтернатива «les affaires» – капитализм, что является другой формой капитализма, а не кроны-капитализма, кумовство. Да, и сейчас закончим. «The separation of states and economics» Да, вот что… Разделение. Разделение, ага. Вот очень интересный у него подход. Говорит, что люди должны обращаться один с другим, как трейдерс. Люди, которые занимаются аревтурно-армянском – это selling, buying… Альвер по-азербайджански – торговля. Торговля, ага. Торговля, да. Да. Аревтур. Аревтур. Возьми, да, и дай. Да, да, да. Да, иди и дай. То есть обмен. Вот я хочу что-то от Альберта, я ему предлагаю что-то. Что-то, что ему тоже заинтересует, да. И у нас обмен получается. Она предлагает политику именно базировать на таком рациональном обмене. Потому что у нас там есть политика, да, есть политика нужды. Что вот я нищий, мне нужны деньги, я хочу, чтобы государство мне давало деньги, потому что у меня есть нужда. Да, вот Айнренд, она категорически против такой политики и экономики нужды. Она говорит вот как торговцы. Обменивайтесь. Мне нужны деньги, а что я могу взамен? Может продать что-то, может какой-нибудь этот сервис, да, обучить чему-то или дом там почистить, да, и так далее, и так далее. У нее целая библиотека, я еще раз говорю. Что, ну что, на сегодня хватит цитаты Рэнда? Да, да, ну я думаю, что мы продолжим то, что вы говорите. Я вспоминаю пример, я разговаривал недавно с одним человеком из Азербайджана. И он привел мне вообще философию, да, вот, как бы, азербайджанского народа или самого мышления, мировоззрения. Он очень интересную тему раскрыл. Вот именно торговли. Вот такой темы, да. Ну, азербайджанцев часто ассоциируют, ну, как бы, с людьми, которые связаны с торговлей. И он сказал, что вот этот принцип взаимоотношений на Кавказе, да, вот принцип вот этого вот обмена, торговли, торговли не в плохом смысле, а когда люди взаимно нуждаются друг в друге. Почему люди не воюют? Почему люди не убивают друг друга? Потому что он воспринимает тебя как самого себя. То есть, ты ему нужен для него самого, понимаете? И он вот показал такой наглядный пример, очень ценный, вот, в связи с тем, что вы говорите. Вот, говорит, возьми, говорит, пример, да, говорит, всегда ведь так было. Я вспомнил, что действительно так и было. И это есть и у азербайджанцев, у армян, вообще у всех жителей Кавказа, да, в принципе. Берется яблоко, да, говорит, вот кто-то сидит, значит, у него есть в руках яблоко. И есть люди сидящие, тоже друзья или там знакомые, близкие. Он, говорит, режет яблоко, да, и большую половину, большую половину он отдает другому. Он же не отдает, потому что он хочет пострадать. Он же не отдает, потому что он хочет быть голодным. А он отдает, чтобы потом приобрести, он приобретает этого человека таким образом. Вот эта идея была очень интересна, что вот эта вот отдача большего, и он говорит, как произошло, что, в принципе, народ, который жил на Кавказе, да, долгое время, они, говорит, не поняли эту философию и начали фактически физически оккупировать, отбирать, отнимать, воровать, отбирать, грабить, рушить, ломать, убивать. Как такое могло произойти? То есть, в принципе, вот этот пример, он оказался, то есть он, этот урок не был выучен. Вот очень интересно, кстати, вот то, что вы говорите, это очень, ну, в согласии... Резонирует, да, резонирует. Я тоже самое хотел сказать, что и в Советском Союзе, да, торговля, там, деньги, очень негативно это все показывали, что деньги – это зло, да. Да, торговцы показывали вот этих британских, да, дядек с усами в игре «Монополия». Деньги – это зло, говорит, но когда иду в магазин, всегда зла не хватает. Да, да. Очень прекрасный человек сказал, ваш этот гость. Очень интересная идея, очень интересная. Это философия народа, философия, то есть мировоззрение, ментальность, она направлена на вот этот вот действительно именно рациональный альтруизм. Не иррациональный, не пагубный, деструктивный, да, разрушающий себя, если не мне, то и не тебе, да, как собака на сене. И вот это мы видим, вот эти разрушенные районы, разрушенные дома. Я брал интервью вчера, беседовал с беженцами из Карабаха, вот недавно, буквально сегодня выставил. Он плачет, сидит этот человек. «Почему вы разрушили мой дом? Ответьте мне». Он ребенком был, ну, изгнан, 12 лет ему было, между 12 и 13 годами. Ребенок травмированно говорит, «Вы отняли у меня мое детство, вы отняли у меня мое настоящее, и вы отняли у меня мое будущее. Может быть, моя жизнь сложилась бы по-другому, если бы я жил у себя дома. У меня было прекрасное детство. Почему вы у меня его отняли? Ради какой цели, ради какой идеи?» Поэтому это очень интересная тема, то, что вы говорите. Очень интересно, очень ценно. Я очень благодарю вас, дорогой Савак. Я думаю, что у нас еще будут темы, вы всегда можете обращаться. Это сегодня была спонтанная у нас беседа. И я думаю, что в этом духе мы будем продолжать другие какие-то темы. И также продолжать тему субъективизма, объективизма, пагубность субъективизма и жизненность, жизненную необходимость. Это просто необходимо человеку, чтобы дальше жить, чтобы смотреть в будущее. Не жить прошлым, да. Не жить сегодня в прошлом. Как говорится, это, говорит, было давно и неправда. Знаете, это было давно и неправда. Но понять, что правда и что сегодня, а что сейчас. Где я? Где я и где мы все? Поэтому спасибо большое вам. И я думаю, что у нас еще будут встречи. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. High five, как говорят. Five, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok